В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за разрушение памятников архитектуры. Теперь за некачественные реставрационные работы вместо незначительных 30 тысяч рублей подрядчикам может грозить штраф до 5 миллионов. Прежде всего, этот закон коснется так называемых горя-реставраторов, которые своими действиями ежегодно наносят колоссальный ущерб объектам культурного наследия. Правда, некоторые специалисты опасаются, что через несколько лет памятники будет просто некому восстанавливать. Наталья Истомина с подробностями. За причинение вреда объектам культурного наследия введены колоссальные штрафы, в десятки раз превышающие прежние. Специалисты говорят, это прорыв. Только такое жесткое наказание рублем заставит собственников, арендаторов, реставраторов и даже чиновников относиться бережнее к вот таким вот памятникам архитектуры и истории. Александр Слабуха много лет проводит историко-культурные экспертизы зданий. Рассказывает, прежние штрафы были настолько смешными, что фирмы могли их выплачивать хоть каждый день. Всего 30 тысяч рублей полагалось отдать государству за разрушение вековых памятников, представляющих общероссийскую ценность. Большого эффекта от тех штрафов, которые были до настоящего времени, мы не видим. Мы знаем, что происходит, например, на архиерейском доме. Действительно, это уже многолетняя такая затяжная история. Сегодня это проблема у нас с реставрацией здания театра Пушкина в Красноярске. Есть другие объекты, в отношении которых проводится расследование. И, в общем-то, это, как правило, показывает, что результат сразу невозможно получить. Теперь за ущерб, нанесенный объектом культурного наследия, причем без разницы, федеральные они или региональные, физическим лицам грозит штраф до 200 тысяч, должностным лицам до 400, а для компаний до 5 миллионов. Чаще всего наносят вред памятникам горе-реставраторы. Только в прошлом году за это были оштрафованы 15 фирм. Специалисты говорят, поскольку реставрационные работы очень выгодное дело, в этой сфере много мошенников. В Министерстве культуры уверены, новые штрафы эту ситуацию исправят. Любому человеку, любому обывателю, неважно, подрядчик ты или нет, если твой штраф увеличился с 2 тысяч до 2 миллионов и до 5 миллионов, то, конечно, ответственность максимально должна повыситься. В управлении капитального строительства опасаются, что такие гигантские штрафы могут распугать всех реставраторов. А их у нас и без того единицы. Специалисты рассказывают, сейчас приходится даже уговаривать компании, чтобы те взялись за такие работы. Уж очень это хлопотное дело. Но все безуспешно. Три здания в Красноярске так и не могут обрести реставраторов. Видя вот такие риски, я думаю, что, наверное, они тоже подумают, заходить на этот объект, стоит ли рисковать. Может, проще сделать несколько домов, новое строительство сделать, значит, на повезти, чем, значит, залазить на эти вот наши объекты. Потому что, ну, я говорю, что, в принципе, эта работа очень неблагодарная. Другие специалисты парируют новые штрафы, как сито. Те, кто умеет и может реставрировать, обязательно останутся. Уйдут лишь нерадивые умельцы. Реставраторов мы не потеряем, потому что реставраторы, они имеют лицензию. Кто имеет лицензию, тот работает уже по полному пакету документов. Для того, чтобы подрядчик вышел на объект, он должен иметь уже полный пакет документов. Он должен иметь научно-проектную документацию, историко-культурную экспертизу. Лицензиаты, реставраторы абсолютно ничего не теряют. В конце августа вступит в силу закон, увеличивающий ровно на год тюремный срок за разрушение объекта культурного наследия. Так, за федеральный памятник можно будет лишиться свободы на 6 лет, за региональный на 3 года. Однако, как показывает судебная практика, такие наказания у нас применяют крайне редко. Эту тему я предлагаю обсудить на сайте afontovo.ru или на наших страничках в социальных сетях. Ну, а если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой номер с телефона 29 29 115. Наталья Истомина, Олег Голубин, Афонтова Новости.